А, и ещё раз. С днём рождения. Спасибо, бабочка. Тихо, тихо, тихо. Нельзя, нельзя. Нельзя, ну, надо же. Здравствуйте. Тихо, встречаешь? Да, шестая квартира. Маму папе плохо. Фамилия? Фролов. Глуши, Федя. Приехали. Ну, веди, Фролова. Квартира номер шесть. Идёмте. Зажимайте. Ну, что, товарищ Фролов. Собираетесь? Мы вас забираем. Как это забираете? Это невозможно. Мне не с кем оставить дочь. Неужели вы вдвоём живёте в такой огромной квартире? Кажется, три комнаты? Да. Ну, а где же жена? Жена умерла. Давно. Несчастный случай. Угу. Кате тогда было всего пять лет. С тех пор мы вдвоём. Моя дочь для меня всё. Вы понимаете, что вам необходимо стационарное лечение? С вашим сердцем шутить нельзя? Да, я вас понимаю, но может быть, можно найти какую-то возможность лечения дома. Я могу оплатить услуги патронажной сестры. Какие-нибудь капельницы, уколы. Ну, тогда вам придётся подписать отказ от госпитализации. Я готов. Хорошо. А где вы будете искать патронажную сестру? А я могла бы помочь с уколами. Спасибо вам. Да пока не за что. Ну, ладно. СМЕХ Ну, чего? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуй, Катюш. Здравствуйте. Катюша пришла. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Катюш, ты даже не представляешь, какая у Лидочки легкая рука. Я вообще ничего не почувствовал. Не лечение, а сплошное удовольствие. Вы преувеличиваете, Леонид. Просто иголки тоненькие. Ну, на сегодня все. До завтра, завтра опять приду в два. Нет, Лидочка, так не пойдет. Это как-то не по-человечески. Угу. Доченька, а давай угостим нашу гостью твоим печеньем? Угу. Катюша печет замечательные печенюшки. С чаем идут как семечки. Спасибо. Не откажусь. Катюш, ставь чайник. Иду. Я помогу. Не утруждайтесь. Катюша настоящая хозяйка. Ничего страшного. Я все равно помогу. Мне ж не сложно. Катюша, а где у вас чашки? В ближнем шкафчике. Угу. Твоя мама? Да. Красивая. А что с ней случилось? Ее сбила машина на перекрестке. Жалко. Ну? Пап, ну зачем ты встал? Тебе же нельзя. Что врач сказал? Ничего страшного, Катюша. Немного погулять, папе Даша полезно. Он ведь еще совсем не старик. Так, совсем даже не старик. Больше всего боюсь одного. Как представлю, сразу все стынет внутри. Ну, если со мной что-нибудь случится. Кате моей одна дорога в детдом. Родственников у нас нет. Только из-за нее я цепляюсь за жизнь. Ну, не надо так говорить, Леонид. Все у вас будет в порядке. И ваша дочь никогда не попадет в детдом. Спасибо вам. Ну, мне пора. А то общежитие закроется. Да и вам тоже пора отдыхать. Посидите еще немного. Пожалуйста. Я прошу вас. Ну, хорошо. Еще полчаса. Давайте я вам еще горяченького подолью. С удовольствием. Ну, как тебе фильм, Катюша? Супер. Спасибо, папочка. Это Лидочку благодари. Это ее выбор. Это она настояла, чтобы мы все вместе пошли в кино. Спасибо, тетя Лида. Не стоит, котенок. Я рада, что тебе понравилось. Ну, если у всех такое хорошее настроение. Может быть, никто не торопится домой? Может быть, еще погуляем? Тут в парке можно взять лыжи напрокат. Я никуда не тороплюсь. У меня куча времени. Я тоже никуда не спешу. Ура! Скользи, Катюша! И беги! Хорошо! Молодец, чемпионка! Спасибо, Катюша! Спасибо, Катюша! Спасибо, Катюша! Замерзла? Не капельки. Хитрюшка. Скажи. А тебе нравится Лида? Очень. А тебе? Мне тоже. А как ты отнесешься к тому, ну, если Лида переедет к нам жить? К нам жить? Вот здорово! Она станет твоей женой? Ну, возможно. Если ты, конечно, не возражаешь. Для меня это очень важно. Конечно же, я не возражаю, папочка! Спасибо тебе, доченька. Ты знаешь, Лида будет тебе хорошей мамой. Ты знаешь, Лида будет тебе хорошей мамой. Вот увидишь. И мне за тебя будет спокойней. Вам надо с ней подружиться. Обещаешь? Обещаю, папочка. Умница. Умница. Спасибо тебе, доченька. Как же хочется кушать. Щас, щас. А, тетя Лида, а куда сладик ставить? На середину тетя Катя. Катюш, а тебе не хотелось бы называть Лиду мамой? Я смотрю, вы отлично ладите. Лень, ну зачем ты так? Всему свое время не надо настаивать. Нет, но было бы неплохо. Катюш, как ты думаешь? А разве мама не бывает одна? Она всю жизнь одна. Одна, конечно, одна. Но, если хочешь человеку сделать приятное, его хочется назвать как самого дорогого человека. Тем более, если он этого заслуживает. Ты ведь любишь Лиду, верно? Очень. Не нужно Катюшу торопить. Главное, что мы вместе. Правда, котенок? Да, мама. Ну вот, совсем другое дело. Ну, иди руки мыть. Угу, я сейчас. Спасибо, дочка. Так, давай-ка тарелочки. Пусти. Он в окно может смотреть. Да какая разница? Квартиру же он на тебя успел переписать. Да. У меня теперь первое в жизни собственное жилье. Всю жизнь мечтала. Ну, а через пару лет ты будешь счастливой обладательницей трехкомнатных хором. Подожди. Подожди. Ты же говорил, ему не больше года осталось. Ну, я же не господь бог. Тот, как прогноз погоды, сразу не угадаешь. Может, он и завтра уже приставится. Слушай, ну, неужели так надоедки? Да девчонка больно привязывается. Так это же хорошо. Значит, твой муженек ни в чем тебя не заподозрит. Мне этого не надо. Она по матери соскучилась и всю свою ласку на меня выплескивает. И от меня того же ждет. Я у себя в детдоме столько таких навидалась. Только чужих детей никто не любит. Ну, все. Побежала. Ой, беда ты какая, бедная девочка. А какой за ухо? Хорошо, поехали. Татюша, Татюша. Ой, Катюша, Катюша. Беги до коня, еще успеешь. Отца твоего опять в больницу забрали. Лука ему сделалась опять. Беги! Папа! Папа! Беги, беги, беги! Папа! 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 Всего доброго. До свидания. Держитесь. До свидания. До свидания. Мои соболезнования. До свидания. До свидания. Соболезнования. До свидания. Катя, ты где? Пора со стола убирать. Все ушли. Катя, ты где? Пора со стола убирать. Все ушли. Мам. Мамочка. Устала я. Давай посуду мыть. О, смотри какие диски ржавые. На моей и то лучше. Лимон, а у тебя что, тачка есть? Вообще тачка клевая, она быстро разгоняет. Вон, гляди, у него резина шпом. Чего ты взял? Обычная резина. Да вон, не видишь что ли? Какого года тачка? Да помоложе твоих соплей. Чего собачишься? Мне если хочешь знать, такая же. Вожкам своим рассказывай, иди отсюда. Честно говорю, только она после аварии в гараже стоит. Рядом с твоим горшком? Нет, в ней моих родителей нас метро сдавило. Не хочешь? Не верь. Иди отсюда, а то сейчас ухо отломаю. Ага, только попробуй, без колес останешься. Иди, иди отсюда, я сказал. Сам иди. Ладно, ладно. Серега, пошли отсюда. Крапивин Петров, почему не на уроках? Быстро в класс. Ага. Директрисы нет. Уехала в область. Будет только завтра. Тогда примите девочку вы. Очень вас прошу. Это вам. Хорошо, спасибо. Документы все в сумке. Да не беспокойся, все будет в порядке. Ну, до свидания, котенок. Ты постарайся быть хорошей девочкой. Здесь тебе будет лучше. Мама, ты куда? Пошли. Едем. Мама еще приедет. Пошли. Мама, не оставляй меня, мне страшно. Пошли. Мама, ты куда? Пошли. Мама еще приедет. Мамочка. Мама, пожалуйста, мама. Давай, пошли. Я сказала, пошли. Мама. Мама, смотри, новенькую привезли. Ну да, девчонок теперь еще больше будет. Горокова, ну что ты возишь? Я уже все. Обед скоро. Давай шевелись. Горе ты мое. Пошли. А та живодерка идет. Проходи. Опять курили, засранки? Сама ты засранка. Половинкина. Рот закрыла. Почему не на занятиях? Новая училка слишком нервная оказалась. Мешала зарпки мне на принца, на сыночка губернатора гадать. Приказала покинуть класс. У вас, кроме физкультуры, скоро ни одного нормального предмета не останется. А че, нам нормально, зато на свежем воздухе. Будет вам свежий воздух. Устраивайся, вот твоя тумбочка. Готовься к ужину. Э, вы че творите? Это же Жучкино место. Нашла авторитета. Твоей Жучке самое место в детской колонии. Наше дело предупредить. А вот Жучка из бегов вернется, всю рожу тебе кислотой обожжет. Не слушай никого. И это твое место. Завтра утром Клавдии Семеновне на оформление с документами. Угу. Только попробуй. На это место никто не ляжет. Жучка с побега вернется, с меня спросит. Вот твое место. А вот и моя любимая подушка. Правда, Зара? Кто бы спорил, а я нет. О, сегодня пера вкусная. Котлета тоже начала. Не вертись. Тань, давай у нее яблоко заберем. Серега, ляжу как будешь? Давай. Давай. Я твое возьму. Ешьте быстрее, не в ресторане. А там что у нас раздают? Яблоки? Живодерка сегодня жжется. Яблоки, 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 яблоки. А хочешь, я тебе яблочко отдам? Тебе? Тебе не дам. Столовка-то наша ресторанка. Компотик. Компотик. Давай, давай, девчонок закосы потягиваем. Кончился. Слушай, она там подсматривает. На тебя много нельзя, еще описываешься. Всем спать и ни звука. Не выключайте свет, пожалуйста, мне страшно. Не говори ерунды, чтобы спать свет не нужен. Всем спать. Страшно ей. Страшно ей. Так. Понятно. Так вы говорите, в квартире никто больше не прописан? Да, я одна. А соседи сказали, что с вами девочкой жила ваша дочь. У соседей устаревшая информация. Вот свидетельство о смерти моей пачерицы. Она умерла от кишечного вируса в областной больнице, поэтому я ей продаю квартиру слишком много печальных воспоминаний. Мы вам сочувствуем, но вы нас тоже должны понять. Покупка квартиры – дело такое, лучше все сразу проверить. Да, конечно, я хорошо вас понимаю. А там у вас кухня? Да. Держите. Большая. Главное в нашем коллективе – это железная дисциплина. Не будешь нарушать дисциплину – не последует наказаний. Это правило. И я надеюсь, что ты не заставишь нас прибегать к особым мерам воспитания. По крайней мере, мне бы этого очень не хотелось. А кто это? Это? Это Татьяна Заболотная. Снежная королева. Наша гордость. Чемпионка России, Европы. Наша бывшая воспитанница. Да, вот. Возьми. Пусть это у тебя будет перед глазами. Так сказать, примером. Учись. Старайся. Может, и ты когда-нибудь станешь знаменитостью. И мы тоже будем тобой угордиться. Кстати. Первый тренер Заболотной работает у нас физруком. Денис Иванович. Если у тебя нет вопросов, ты можешь идти. Угу. Гусев, пошел. Удальцов, пошел. Мухина, пошел. Мухина, пошел. Фролова, не устала? Нет. Можно еще кружочек? Еще кружочек? Ну, давай. Пошла. Крапивин, куда без команды? Да ладно, отстань. Смотрите, новенькая. Кажись, на второй круг рванула. На рекорд пошла. Может, слышу ее сдернуть? Давай. Ты чего себе пупок рвешь? Нам-то чемпионы не нужны. Нам одной снежной королевы хватит. Тоже хочешь? Хочу. Значит, ты тут будешь рекорды ставить, а мы не сможем. А мы из-за тебя как собаки будем бегать? Не хочешь — не бегай. Пусти. Не боишься, что мы тебе ночью темную устроим? А ну, раступились. Ничего, мы тебе еще запомним. Девчонку не трогай. Может, ты на ней еще поженишься? Не твое дело. Ну, вообще. Это мне очень хочется. Ура, круто! Ну, вот я тебе regularlyば ... twentежка ходит. Кать, а мы сегодня вместо урока к Люське с Новорожденным поздравлять. Шампусика глотнём. Ну да, она сразу на лыжи. Да, Кать, брось ты эти свои тупые лыжи. Вон Люська два раза на дискотеку сбегала, и всё, муж не жена, а моих двоих детей. Не, ну там правда дочь от первого брака, но это ничего. Чужие дети никогда своими не станут. Кать, вот так и не надо завидовать. Было бы чему. Пока. Хорошо ей. Димон с неё пылинки сдувает, цепкий, деловой. Мерседес у родственников отбил в наследство, а там не дети были. Везёт тому, кто везёт. Ну как, а Татьяна Андреевна нет ещё ответа? Месяц прошёл. Пока нет. Может, на соревнованиях, а может, за рубежом. Может. Вот она бы тебе помогла. У неё и связи, и тренера именитые. Они бы с тобой, как следует, поработали по мировым стандартам. А я уже всё, что мог, сделал. А может, и позабыла меня наша чемпионка, у неё теперь совсем другая жизнь. Все, кто оттуда уходит, хотят, поскорее всё забыть. Ну зачем ты так, Катерина? Для меня вы тут как родные. Нас много, а вы один, Денис Иванович. Я готова. Десятку. Сразу? А может, сначала один кружок? Ничего, Денис Иванович. Я готова. Старт. Пошла. Пошла. Нам с тобой нужно уже сейчас подать заявление, и мы гарантированно получим отдельную квартиру, а не комнату в коммуналке. Буду таксистом. Ты ж знаешь, я не из лентяев. Три-четыре года на ноги встану, ещё пару машин куплю, свой таксопарк откроем, детей родим. Разбежался. Детей ему. Ну, значит, с детьми подождём. Ты, главное, себе этими лыжами голову не забивай, а наша снежная королева и думать забыла про своего полоумного физрука. Да. Слушаю. Поняла. Встретим, как Гагарина. Спасибо, что предупредили. Ты чё толкаешься? Это ты толкаешься? Так, Суворова, живо ко мне с завхоза в кабинет. И Дениса Ивановича физрука. Скажи ему, что его снежная королева едет. Ну, чего стоишь? Бегом, ворона. Машь отсюда быстро, чтоб никого не видела. Ладно, пошли отсюда. Милости просим, Татьяна Андреевна. Спасибо. Мы очень рады, что вы нашли время нас посетить. Спасибо, да. Но как же я могла вас не посетить? Хотя времени у меня не так много. Вот, знаете, стенд в вашу честь сделали наши воспитанники. Знаете, мы вами так гордимся. Спасибо. Мне очень приятно. Как вы тут поживаете? Все по-старому? Живем. Вашими молитвами. А где Иваныч? Почему не встречает? Да здесь, здесь. Здравствуй. Ну, что же вы прячетесь, Денис Иванович? Это же стенд не в мое, а в вашу честь. Да я вроде и не прячусь. Скажешь, тоже. Чего прятаться? Ну, здравствуй, Татьяна. Ну, здравствуйте. С приездом тебя. Здравствуйте, мой дорогой. Как вы тут поживаете? По-прежнему не даете никому покоя? Ну, да что мы. Живем, как и раньше. Гордимся вот тобой. А что я? Это все вы. Была себе сучок сучком, а вы из меня звезду сделали. Подняли на самую высокую орбиту. С которой ты даже на письма не отвечаешь. Да кручусь сегодня, Денис Иванович, кручусь. Поездки, соревнования, травмы. Дети опять же. Ну, какие письма? Человек занят государственными делами. Вот и сейчас Татьяна Андреевна приехала поддержать нашего мэра перед выборами. Да, я тоже вроде писал по государственному делу. Надеялся, что не откажешь. Да я и не отказываюсь, Денис Иванович. Я вам вообще не могу отказать. Вы для меня столько сделали, больше всех. Это я, правда, только сейчас поняла. После вас меня все использовали в своих целях. Так что давайте, говорите, не стесняйтесь, о чем вы хотели меня попросить. Ну, какие могут быть просьбы? Это невежливо. Сначала чай с тортиком в моем кабинете, а потом концерт. С силами наших воспитанников. Знаете, они вас так ждали. У меня, к сожалению, нет времени ни на чай, ни на концерт. Пойдемте, расскажите мне, о чем вы хотели меня попросить. Пошли. Ага. Вот она ждет. Здравствуйте. А нам не разрешали лепить фотографии на стенке. Даже маму с папой. Ну, это, так сказать, в исключительных случаях. А так вообще у нас с этим строго. Это Катя. Ну, что, Катя, правда хочешь быть новой снежной королевой? Правда, правда. Хочет, хочет. Она хоть сейчас может выступать в эстафете. А в спринте и тебя обойдет. Я поняла. А говорить она может? Могу. Ну, и что, Катя, правда тут наговорил Денис Ивановичу тебе? Правда, правда. И не побоишься выйти из-под его опеки? В большом спорте никого не жалеют. Здесь тоже. Это она шутит. Мне эти шутки хорошо знакомы. Ну, что, Катя, вот здесь мои телефоны и адрес. Я живу на лыжной базе. Приедешь этой зимой, выиграешь год. Жить будешь у меня, так что не волнуйся. Согласна? Согласна. Ну, и хорошо. Спасибо. Давай, лыжница. Татьяна Андреевна, в мой кабинет. Прошу вас. Ну, что? А, что, Катерина? А я думаю, тянуть не стоит. Поедешь? Поеду. Конечно, поеду, Денис Иванович. И правильно. Я очень рад за тебя. Очень. Спасибо вам, Денис Иванович. Никогда не забуду, что вы для меня сделали. Спасибо. На добром слове. Ну, куда ты поедешь? Какая, к черту, база? Какой спорт? Да через десять лет тебя спишут, и ты останешься за бортом. А если травму получишь, то от тебя избавятся еще раньше. Дима, как ты не понимаешь, я ни о чем другом думать не могу. Это такая редкая возможность, она выпадает не каждому. Ну, сам подумай, ну, что я тут буду делать? Как это что? Все же ясно было. Окончишь технику. Торговый, пищевой. Будешь работать, как все. Как все. Нет, Дима, я поеду. Если я этого не сделаю, я никогда в жизни себе этого не прощу. У нас же было столько планов. У тебя, а не у нас, Дима. Все понятно. Видимо, тебе нужна другая жена. Есть. Я тебя всегда. Как generate. Меня guitar. Можноבר. Ты опять замеречь. Эта. Я уже arrestался. Яегода. Ты тут людейIBEL. Я Montelflyored. Я이나. Я тоже поб WHИria. Я уже земля. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА